В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте! Сегодня поговорим о поистине женской профессии социальный работник, узнаем интересные факты жизнеспособности семян и поймем, почему донские напитки из винограда имеют особый вкус. Об этом и не только в нашей программе. Не переключайтесь! Болезни животных опасны и людям, как физиологически, так и экономически. Африканская чума свиней, птичий грипп, бешенство, вирусы, которых опасаются люди и которым ставит преграды ветеринарная служба. Основная задача которой, как у врачей, предотвратить чрезвычайную ситуацию. Как это удалось сделать в прошлом году, обсуждали на итоговом совещании. Можно сказать, что они знают каждый двор в своем районе со всеми его четвероногими и пернатыми обитателями. Надзор и профилактика – главное в работе ветслужбы. Слава Богу, если можно так сказать, не было у нас ничего. Дело в том, что я все-таки придерживаюсь того мнения, что служба района и в целом области, если мы говорим за конкретный район, за Семикаракурский, служба района сработала. Это и профилактические мероприятия, и вакцинации, и исследования животных. Более трех миллионов птиц, вакцинированных в 2018 году, проведено 725 миллионов диагностических исследований и различных обработок. И как результат, например, количество случаев бешенства снизилось на 60%. Положительная динамика и по другим направлениям. Выделены дополнительно 70 миллионов. Укрепляется материальная часть ветеринальной службы. Мы переходим на цифрализацию. Введена система, практически работает сейчас Меркурия. Это выписка ветеринарных документов в электронном виде, что дает возможности контролировать перемещение животных на территории региона. Ветеринарная служба обеспечивает полной вере в биобезопасность нашего региона. Ставится задача охватить профилактическими мероприятиями 100% поголовья животных и птиц, как в частных, так и общественных дворах. Кадровый состав ветслужб пополняется молодежью. Улучшается материально-техническая база. Готовность к экстремальной ситуации постоянная. А растеневодов сегодня волнует вот этот лозунг. Проведем сев вовремя. Чем сеять будем? Далее в программе наша постоянная рубрика. Россельхознадзор сообщает. Науке известны удивительные факты. Семена растений давали всходы после того, как пролежали замороженными больше 10 тысяч лет. И когда прорастали на пустынной земле после извержения вулкана. Эти семена тоже результат масштабных научных исследований. Донская опытная станция НИИ масличных культур имени академика Жданова проводит масштабную селекционную работу. Прилагают немало усилий по выращиванию, доработке и доведению семян до высоких посевных кондиций. Но правила подготовки и регистрации семенного материала равны для всех. Поступило заявление от организации на отбор образцов семян подсолнечника для дальнейшей передачи в лабораторию Ростовского референтного центра для проведения испытаний на семенные цели. Изучение условий хранения, сортировка семян, отбор проб – это задача сотрудников Росельхознадзора. Далее к работе приступают специалисты лаборатории. Им предстоит осуществить несколько этапов исследований. Определение посевных качеств семян – это, прежде всего, определение всхожести. Сейчас здесь происходит процесс пробоподготовки для снятия всхожести. Семена подсолнечника высеваются на определенный тип ложи. Это, прежде всего, в песок и в рулоны. Также семена исследуют на выявление карантинных организмов, определение сортовых и посевных качеств, содержание генетически модифицированных источников. Испытательный центр нашего учреждения аккредитован национальной системе аккредитации на установление фотосанитарного состояния под карантинной продукцией и определение посевных качеств семян. В настоящее время проверено 1272 партии семян на посевные качества. По результатам исследований составляют и выдают на семена необходимые документы. Весна, цветы, женщины правят нами в эти дни, но дарят каждый день свою заботу и внимание всему миру. Ведь есть профессии, с которым мужчинам вряд ли удастся так справиться, как женскому полу. Например, социальный работник. Ведь не случайно в сфере социального обслуживания создается особый мир внимания и доброты. Многие думают, что на заслуженном отдыхе волновать будут только внуки и домашние хлопоты. Но в том, что жизнь для себя только начинается, убеждаешься в этих стенах. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ремонтинского района. Это официальное название учреждения, в котором жизнь кипит с самого утра. Наша группа ходит уже 12 лет, 13-й. Наша группа называется «Гармония», а наш клуб называется «Родник здоровья». И это в самом деле это так. Родник здоровья, мы здесь здоровья набираемся. А группа «Гармония» мы вот все 12 лет, 13-й, значит все в гармонии этой группы. Очень дружно, хорошо. Здесь занятие великолепное, конечно. Дома многим не до гимнастики, а здесь занятия по расписанию регулярные проводит тренер. Желающие усилить нагрузку могут это сделать на тренажерах. Как только вышла на пенсию, я после новогодних праздников пошла к Людмиле Андреевне, спросила, можно ли, меня приняли. Вы знаете, вот переступив порог, сразу вот там атмосфера, которая царит в этом здании, это атмосфера тепла, любви, уважительного отношения. Это касается не только вот работников, специалистов этого учреждения, но вот именно в нашей группе атмосфера, я не могу говорить за другие группы, потому что вот только месяц хожу. Вот эта атмосфера доброжелательности, уважительного отношения. Приходишь, здесь просто находишь одушину. В соседней комнате кипит творческая работа. Что касается вдохновения, то оно здесь всегда присутствует. Главное спланировать подготовку к праздникам, чтобы вовремя доставить подарки участникам войны, например, и достойно встретить все весенние гуляния. Пропускать занятия здесь совсем неинтересно, потому что каждый раз у нас что-то новое, что-то такое вот, знаете, у нас одинакового не бывает. Мы уже задумываемся, как мы будем проводить масленицу, мы уже начинаем готовиться. У нас и костюмы, и представления свои, все-все, очень круто. Всего в центре работает 4 клуба по интересам, которые посещают 69 человек. В ближайшее время планируют провести строительные работы и расширить спортзал. А вот массажный кабинет уже принимает желающих по социальным тарифам. Также при центре у нас функционирует проект университет третьего возраста. Здесь тоже разнообразная ведется работа по обучению, спорту. Их посещает 56 человек, 5 факультетов. Факультеты – это ОБЖ, компьютерная грамотность, страна мастеров. По льготным тарифам сюда можно добраться на социальном такси. Но велосипедная стоянка, пожалуй, самый наглядный показатель эффективности занятий в центре. Эта парковка никогда не пустует. В центре социального обслуживания Никлиновского района тоже полны оптимизма, которого в этом благородном труде прибавил переезд в просторное светлое здание. Ольга Адамовна – социальный работник с 27-летним стажем. Трудится с самого начала создания организации. До этого решать вопросы подопечных приходилось в разных местах. Социальному центру постоянно приходилось менять место пребывания. Но районному муниципалитету удалось решить проблему за счет местного бюджета. Конечно, легче в такой обстановке. Приходишь, расслабляешься, уже не переживаешь, что там где-то стула не хватит или места не хватит, где-то там сели тесно или нет. А сейчас очень красиво, очень хорошо, все очень нравится. Новоселье отразилось на жизни многих жителей Никлиновского района. Около 400 сотрудников центра ежедневно обслуживают больше 2000 получателей социальных услуг. У нас отделения социально обслуживания на дому, которые находятся на периферии, их 18, они всегда приезжают к нам. И это несколько раз происходит в месяц. Это планерные совещания, это получение необходимых каких-то технических средств. Точно так же, предположим, обеспечение материальной базы от нас зависит. Это и констовары, и спецодежда, и так далее. Поэтому, конечно, нам новое здание было необходимо, потому что мы создали здесь все комфортные условия для людей, которые приезжают, чувствуют здесь себя комфортно и могут получить все, что им нужно в рамках их работы. Изменения ощущают и сами подопечные. Здания не просто капитально отремонтировали, но и оснастили всем необходимым для комфортного пребывания и решения насущных жизненных вопросов. А теперь переместимся в Новочеркасск и узнаем, почему напитки из донского винограда имеют неповторимый вкус. Там прошел фестиваль вина и виноделов. Не пяти я ради, а для радости вкуса. Так позиционируют донские виноделы свои уникальные вина. Аборигенные или автохтонные сорта – эталон дегустации. Как и было раньше, как и сейчас. За счет климатических условий, за счет того, что у нас есть автохтонные сорта, такие как Сибирьковый, Красностоп, Золотовский, Кумшатский, из которых получается шикарное вино, которое, как я говорил, было и эталоном вин, и завоевывало медали на протяжении многих лет. И это было сто лет назад, уже наши вины ценились. Мы выбираем политику восстановления автохтонных сортов. Музейные предметы подтверждают тысячелетнюю историю виноделия на Дону. К своим сортам все более обращаются и местные виноделы. Это престижно. Допустим, Краснодарский край сейчас на первом месте по производству винограда и вина. Но, если взять сейчас сколько автохтонов у них, не одного, а на Дону более 36 автохтонов. Поэтому, откуда все-таки зародилось виноградовство, в Краснодаре или у нас? Эта уникальность старинных вин дает Ростовской области несомненное преимущество. Поэтому и ставка на качество и эксклюзивность донских вин. Мы меняем концепцию развития виноградовства и виноделия. Мы понимаем, что конкурировать в ценовом сегменте дешевых вин у нас не получится. Краснодарцы и крымчане, они, конечно, нас победят. У них больше виноградников, у них лучше климатические условия. Но за счет того, что у нас климатические условия пожестче, качество винограда для виноделия получается лучше. В последние годы набирают силу частные винодельни. Есть и крестьянско-фермерские хозяйства, которые занимаются производством от куста до бутылки. Таким поддержка на новую лозу. Пока те, кто выращивает виноград и производит вино, подчинены двум ведомствам. Но все должно быть в одних руках, предлагают многие. Необходимо избавиться также и от привозного виноматериала, который зачастую является просто достижением химиков. Есть такие поделки, которые невозможно на вкус отличить. Очень похоже. Особенно научились поделывать ароматизаторы. И лидирует в этом плане Польша у нас. Некоторые фальсификации настолько сделаны хорошо, что можно определить только лабораторным способом на специальных приборах. Чтобы упорядочить и развивать винодельческую отрасль, необходимо принять закон, который готовится уже много лет, но пока не принят. Есть много противников принятия этого закона, которые конкурируют с нами. Есть лоббисты, которые говорят, что нет, не нужен этот закон. То есть не всегда закон, это сегодня внесли, завтра и приняли. Разные интересы. Разные интересы у разных групп, производящих вино. Новочеркасский институт недавно вошел в состав Федерального аграрного научного центра, что в поселке Рассвет. У ученых тоже есть претензии к законодателям, которые не включили в законы конкретную практическую поддержку науки. Вот как только правительство примет решение внести дополнение в закон о государственно-частном партнерстве, где будут внесены научно-исследовательские институты и образовательные правилами игры, тогда мы официально сможем приглашать инвесторов для развития науки. Из всех российских самобытных сортов сегодня в мире особо известен красностоп «Золотовский», вино из которого отличается особым букетом и насыщенностью. И все чаще к вину добавляются свои же донские сыры и оливки. Палитра стола не хуже итальянских и французских деликатесов. Поэтому все популярнее гастрономический туризм. На самом деле, во всем мире вино – это не алкогольный продукт. Вино – это гастрономическое блюдо, которое, скажем так, подается вместе, то есть это все в комплексе. Гостями и дегустаторами донского вина были многие известные личности. Со своей командой здесь гостил и знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал. И вот в альбоме документально зафиксировано – свой день рождения, 56 лет, Тур Хейердал со своей командой отметил здесь, во Всероссийском институте виноградарства и виноделия, в городе Новочеркасск, 1969 год. Институт сохраняет и развивает свои традиции в тесном контакте с виноградарями и виноделами. А прославленное вино и сегодня по праву является донским брендом. На сегодня это все. Через неделю в это же время мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Благодарим компанию «Бизон» за помощь в подготовке программы. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Все.